шаббат шалон дорогие друзья с вами раввин каплан и на этой неделе мы читаем два недельных раздела торы вместе первый это параша бхар бхар означает на горе в начале параши говорится что всевышний говорил с машей рабейну на горе сина ниже описаны точные правила шмиты субботнего года оставлять все поля в израиле под паром каждый седьмой год ничего не разрешалось сажать а из плодов которые все же росли каждый мог брать то что ему было нужно для личного или общественного пользования раши известный комментатор торы задается вопросом почему в отличие от любой другой заповеди в торе здесь подчеркивается что заповедь была дана на горе синаи он сам объясняет это что заповедь шмита служит примером для всех других заповедь также как заповедь шмита включает все ее положение и детали была дана на горе синаи а не только основы как и все прочие митсвот были даны уже на горе синаи даже если они не стоят в письменной торе а были переданы только устно но есть следующий вопрос почему именно шмита была выбрана в качестве примера а не шаббат например или кашрут заповедь шмиты дорогие друзья содержит особое обещание которое нет в других заповедей бог обещает нам что урожая в шестом году будет достаточно чтобы прожить три года шестой в седьмом и восьмом годах такое обещание может дать только творец мира именно по этой причине шмита была выбрана в качестве примера для всех других заповедей из этого обещание мы можем понять что это заповедь дорогие друзья действительно с горы синой прямо от творца будьте здоровы шаббат шалом всяческих благ браха вас лоха ваш раввин капла